Всем привет! Сегодня 13 апреля. Это Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня я начинаю высадку томатов в полуобогреваемую теплицу. Если до этого в конце марта я высаживала в теплицу, у которой есть и подогрев грунта, и инфракрасные обогреватели, здесь у меня только инфракрасные обогреватели. Исходя вот из таких условий выращивания, высаживать, конечно, рано сюда нельзя. Я дождалась температуры, когда будет ночная, плюс. Вот сегодня будет плюс 5 ночью, плюс 12 днем. При температуре плюс 5 ночью, даже без обогрева, здесь на 2-3 градуса больше, значит здесь будет плюс 8. А так как я буду ставить сразу пленки и укрытие, значит 10-12 градусов здесь будет. Есть возможность высадить так рано, в средине апреля, только потому что здесь есть инфракрасные обогреватели. Все-таки они помогут, если будет, например, минусовая температура какая-то, период кратковременный, 2 или 3 дня, можно будет включить и подогреть. Но, по крайней мере, на этой неделе у нас идет плюс 12, плюс 13, плюс 14. При таких показателях уличных, конечно, здесь подогрев не нужен будет. Но, опять же, при условии, что я буду укрывать не тканкой и пленочкой. Высаживать я буду вот те самые томаты в стаканчиках, которые я вам показывала, которые стояли на разжирении, потому что они очень сильно уже выросли. И некоторые стаканы, когда я начинаю доставать, они уже приросшие к земле. Видите, какая огромная корневая система. Весь стакан, весь объем 500 мл заполнен корнями. И почти все они... Ой, подождите, сейчас поставлю. Почти все они уже в фазе бутонизации. То есть вот эти томаты уже готовы, рассада полностью готова к высадке. Лучше высадить ее до того, как она расцветет. И лучше, чтобы она расцвела на постоянном месте. Вот у меня те, которые в конце марта я высаживала, уже цветут. Но они посажены уже в грунт. Вот сейчас я буду отсюда вытаскивать вот этих огромных великанов, которые уже даже начинают мешаться вот тем, которые на постоянном месте здесь. И буду туда высаживать в ту теплицу. Конечно, перед тем, как высадить сюда томаты, я сделала такую гигиеническую обработку. Сняла специальное видео, где показала все подробно. Сейчас в двух словах. Купол вот этот шатер помыла просто водой. А нижние вот эти панели, которые немножко так, но они в течение сезона зеленью покрываются все. Мыло с мылом, с хозяйственным, дегтярным. Теперь мне нужно сделать разметку, где у меня будут дорожки. Прокопать. Тут грунт был вскопан осенью. Прокопать, наметить лунку. И начинать переносить сюда томаты. Конечно, в один день все томаты я не успею высадить. Я вам сейчас буду показывать, что я буду делать шаг за шагом. Все томаты я не успею высадить. У меня обычно, я высаживаю одна, обычно занимает 4, даже 5 дней. Потому что здесь, пока сейчас наметишь веревочки, растяну, прокопаю, луночки сделаю, начну переносить, по сортам надо рассортировать. Но даже если я все их не высажу, я хотя бы вот одну половину уже сделаю и разметку, и расставлю их. Все, короче, подготовительные работы будут сделаны. Завтра останется только воткнуть их в грунт и все. Ночевать они все равно будут здесь, уже в новых условиях. Так что будет уже считаться, что они переехали на постоянное место жительства. Даже если не все будут вкопаны, но спать они все будут здесь у нас ночью. Здесь у меня также, как и в первой теплице с подогревом, теплица разделена на 2 грядочки. И в каждой грядочке 2 рядка и дорожка посредине. Вот сейчас пока нет томатов, пока тут еще поле пустое, то тут видно лучше, какая схема посадки. Вот видите, я сейчас делаю разметку. Я вымеряю дорожку ровно по центру, 50 сантиметров она будет. И каждую грядку, вот видите, делю на 2. Короче, в каждой грядке будет по 2 ряда томатов. 2 ряда томатов. Тут в отличие от той теплицы, у меня там в первой теплице вот этот ряд детерминатные, часто насаженные, штамбовые. Здесь их не будет. Здесь будут все высокорослые, крупноплодные. Но не обязательно крупноплодные, тут и перцевидные будут, и разные. Просто здесь не будет маленьких штамбиков. И здесь томатов будет меньше. Они будут идти вот так посажены строчкой. Вот так, один за одним, один за одним, но тоже по 2 в лунку. Только там у меня было посажено поперек. Вот так, вот так, вот так. А здесь будет повдоль. Потом, когда я лунки намечу, я покажу, как это будет выглядеть. Пока что вот разметка. В центре дорожку обязательно рассчитываю. Ну как, размеряю точно, а вот здесь уже произвольно. Я сейчас один ряд вскопаю, второй ряд вскопаю. А здесь я просто иду, ну и на глазомер вот так протаптываю. Вот иду. Сейчас протопчу одну тропинку, туда-сюда будет эта тропинка. Это не основная дорожка вспомогательная. Основную никогда не перекапываю. Вот начала копать землю. Тут сразу обнаружилось очень много помощников. Огромное количество червей. Они тоже активно все здесь взрыхливают. Прям вообще одни черви. Даже копать страшно. Я прям сильно удивлена. Вот сейчас копаю черви прям как спагетти. Никогда не видела, чтобы было столько много червей. Может, это какая-то есть народная примета. Но знаю только, что черви наши помощники, что там, где много червей, грунт у нас такой рыхлый, воздухопроницаемый. И у него улучшенный состав. Они же его перерабатывают. Я очень рада, что червей у меня здесь очень много. Вот смотрите, я сейчас докопаю эту половину. Не так быстро копание происходит, как хотелось бы. Прям пешком пройдусь. Вот так. И дорожку еще раз протопчу. Начну землю разравнивать. Возьму свою мерную палочку. И буду намечать луночки. Ну вот, правая сторона у меня через часок готова. Я уже разметила здесь лунки. Размечаю очень просто. У меня вот эта палочка с градуировкой. И я через 50 сантиметров иду, просто вот такие делаю бороздки. И вот по каждой бороздке будет лунка. Когда лунки сделаю, покажу еще раз. Сразу хочу сказать, так как здесь все они индетерминатные и крупноплодные, ну почти все томатов здесь будет немножко поменьше. Вот у меня получилось всего 14 лунок. От одной бороздки до другой у меня 50 сантиметров. Вот так и нарезаю. 50, 50, 50. Получилось 14 лунок. На той тоже будет 14 лунок. Точно так же. Все они на одинаковом расстоянии. То есть на одной стороне 28 лунок и на другой стороне 56 лунок. И вот про то, что я говорила, что каждый выбирает свою схему посадки. Если бы я высаживала по одному томату в лунку, ну как по традиционной схеме высадки, через 50 сантиметров один томат, у меня бы в теплице вот в этой 3 на 8 было бы 56 штук всего. И это тоже правильно, вот как советуют специалисты, как рекомендуют. Но так как у меня будут томаты парные, спаренные, у меня в каждой лунке будет 2 корня. У меня значит будет не 56, а 112. И это намного меньше, чем в первой теплице. В первой теплице 150. Я уже говорила почему. Потому что только в первом ряду, вот в крайнем, у меня 46 штук. Это одна треть всего населения томатного. И вот я хочу заострить на этом момент, что в зависимости от сортов, количество томатов высаживают даже я, даже по одной схеме, и то разное. Вот там 150 в первой, здесь будет 112. И то. Потому что они у меня по 2 в лунку. Если бы я высаживала, ну как обычно, по одному лунку, было бы всего 56 томатов. И это было бы тоже нормально. Но мне вот, например, жалко такую огромную теплицу, отдавать по 56 томатов. Хочу вот показать вам. Тут не могут никак дождаться вот этот новый. Пока было холодно, я же переваливала новые, новые, следующие. Вот эти пойдут в следующую теплицу на высадку. И видите, сейчас я принесу ту рассаду, вы увидите, какая разница. Опять на растолщение приехали тоненькие, бледненькие, которые еще солнца не видели живого. Точно такие же томаты я приносила на передержку вот в ту теплицу, те, которые сейчас буду высаживать. Теперь они здоровые, толстые, крепкие, разлохматились. Мы вот, я сейчас буду приносить те и сравним их. Все, сейчас буду делать лунки. Смотрите, тот ряд я пока не высаживаю. Буду высаживать пока этот, потому что все равно это расстоянется на несколько дней. Но в первую очередь, конечно, высажу те, которые в средине и которым будет потеплее. Через несколько дней, когда этот и этот высажу, тогда уже буду крайнее. Потому что хоть и плюсовая температура ночью за бортом, но все равно плюс 5, плюс 6, с края им немножко прохладненько. Поэтому сначала, раз позволяет время, я высаживаю центральное, буду сейчас высаживать. Потом вот это. Конечно, все это медленно продвигается. Сейчас начну копать вторую сторону, делать эти лунки. Высажу в этот ряд, в этот ряд. А вот эти вот томаты, которые я принесла, опять так же на дорожку буду выставлять, и они будут просто здесь стоять. Ну вот, одна уже полоска готова к высадке. Вы видите, что лунки у меня не круглые, а эллипсовидные. И томаты будут высажены в одну строчку, но все-таки по две штуки рядом. Вот так. Так, я сейчас принесу. А, ну уже часть принесла. Хочу показать, какие томаты стали после передержки, после разжирения. Вот смотрите, две недели назад я принесла их вот такими же гадкими утятами, тоненькими. И что с ними стало за две недели в теплице? Такие стволища. Ну натуральные пальмы. Пальмы, мало того, что пальмы у них у всех бутончики. Вот это сейчас самый благоприятный период для высадки, когда куст большой, зеленой массы много, уже есть бутон, но он еще не цветущий. Я сейчас постараюсь до цветения их высадить, и они быстро расцветут. Мне нравятся их толстые лохматые стволы, прям такие опушенные. Ну вообще внешний вид рассады, который я буду сейчас высаживать, меня удовлетворяет. Все они взрослые уже. Вот эти теперь тоже будем превращать в таких же прекрасных этих лебедей из гадких утят. Но сейчас, конечно, внешний вид этой рассады мне не нравится. Но это она и по возрасту моложе, и еще она солнца живого не видела. Эти уже взрослые растения. Сейчас буду расставлять их по луночкам. Те томаты, которые я буду высаживать, сейчас я расставляю по парам, по сортам, ищу им пары. Но перед тем, как начинать высадку, я добавила по одной столовой ложке золы с горочкой в каждую луночку. Видите, у меня в каждой лунке зола. Больше ничего я не добавляю, потому что с осени у меня здесь подготовлена вся почва. Мы знаем, что нам нужен комплекс с томатом НПК, азот, фосфор, калий. Азот я добавила в виде перегноя. Вот тут даже видно еще кое-где такие хохоряшки коровьи. Но перегной такой хороший, перепревший. Фосфор добавила в виде суперфосфата, а калий, калий серно-кислый. Вот у меня все три. Золу я добавляю, как и профилактика вершинной гнили, и там комплекс всяких микроэлементов, микро-макроэлементов. Ну, короче, зола. Вы уже, наверное, знаете, что всю жизнь со мной в огороде. Если бы у меня с осени не было бы добавлено суперфосфат и калий серно-кислый, то, возможно, к золе в лунку я добавила бы одну столовую ложку суперфосфата и одну чайную ложку калия серно-кислого. Ну, это, как обычно, такая стандартная пара суперфосфат и калий. Суперфосфата побольше, калия поменьше. Вместо суперфосфата в качестве фосфорной добавки иногда добавляю рыбную муку. Это натуральный, как сказать, биоудобрение. Но рыбная мука не всегда у нас бывает в наличии, не всегда высокого качества. Короче, за качество рыбной муки я не ручаюсь. И вот, когда нужно удобрить, добавляю все-таки суперфосфат и калий серно-кислый. Но, признаюсь честно, бывают годы, когда я некогда и не добавляю ни того, ни другого. Просто сыплю ложечку золы. Растет и так прекрасно. Никаких сильно изменений я не вижу. Потому что все-таки и перегной свежий добавляю, и землю свежую, неиспользованную под выращивание овощей я добавляю. Она все-таки не истощенная. И я считаю, что вот эта добавка ежегодная свежего грунта, она дает свой результат. Сейчас найду всем пары и дальше покажу вам. Вот сейчас я начала высаживать. Вот некоторые уже высадила. И хочу сказать, вот весенняя, ранняя высадка в теплицу у меня отличается тем, что в огороде я сначала лунку проливаю водой и высаживаю прям вот в очень влажную землю. Здесь, так как столько воды нет, я сначала томаты высаживаю, ну просто убираю из стаканов, высаживаю, и потом уже вот эту лунку буду до полного заливать водой. Потому что сейчас, ну, в такой, как сказать, в сильно мокрой, размоченной воде мне, ой, земле мне возиться неудобно. Мне весной, вот когда рано, я делаю всегда вот посадку сухую, в сухом виде все сделаю, потом уже заливаю сильно-сильно и на неделю. Сейчас вот эти вот, высажу вот этот ряд и вот этот ряд, пока тут подбирается тоже пара им. по этой дорожке, как всегда, по старой схеме, поставлю те, которые на передержку, на такое, на подращивание, на разжирение и все, закрою все дугами и пленками. Сегодня они будут ночевать уже все здесь. Ну, все, за весь день сделано не очень много. Высадила я вот эти два ряда, в центре наставила лишних, сейчас буду закрывать. Конечно, удлинился процесс, потому что в один день пришлось сначала мыть теплицу, потом копать землю, потом высаживать. Если бы теплица была подготовлена, было бы намного быстрее. Завтра буду продолжать и в течение двух-трех дней, я надеюсь, высажу всю теплицу. Полила тут водой такой ближе к горячей, очень-очень теплой, потому что грунт без подогрева грунта и полила очень так смачно, что вода даже вся сразу не ушла. Сейчас она постепенно, конечно, уйдет. И вот когда такой полугорячей водой поливаешь, конечно, приствольный вот этот круг, он немножко согревается, грунт. Ну, а там завтра-послезавтра будут яркие дни, все тут прогреется, сейчас еще пленками-дугами укроем все. Ну, вот и все. Спокойной ночи, малыши. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!